Юбилей школы Юбилей школы – это важное, торжественное событие в жизни любой образовательной организации. Юбилей школы – это не только поздравления и подарки, это, прежде всего, переосмысление пройденного и выстраивание перспектив на будущее. Юбилей школы – это также дань уважения тем людям, которые стояли у истоков рождения нашей образовательной организации. Наша школа родилась в 1966 году, 15 сентября. По инициативе тогда директора общеобразовательной школы номер 14 поселка Берды Муратовой Александры Александровны и учителя пения Юрия Алексеевича Перова, который впоследствии стал первым директором тогда еще музыкальной школы. Ну вот школа – это моя жизнь, потому что мы в основном всю жизнь проводим где? В школе. Я уже работаю в сентябре месяце будет так 46 лет. Когда у нас отстроилась школа, я еще один год училась в музыкальной школе. Директором у нас был Перов Юрий Алексеевич, он потом и в дальнейшем был моим преподавателем. Когда я обучалась еще на четвертом курсе, то я уже здесь работала, у меня было 5 учеников. А потом в 1971 году я закончила училище и поехала по распределению в Светлинский район. Там оказалось, что преподаватель музыки уже был. И я когда обратилась к Юрию Алексеевичу за помощью, он меня взял сюда на работу. Вот я и, так сказать, не расставалась с этой школой. Как училась, так и потом приехала и работала. И до сих пор работаю. Но мы работали не только вот в этом здании. У нас потом другой директор был, Геннадий Алексеевич, брат его. Мы с ним прошли почти весь степной. И Огонек у нас был, и 10-й школы, и 54-й школы. В будущем следующим директором стал Геннадий Алексеевич Перов. Именно при нем музыкальная школа приобрела новый статус. В 1988 году к музыкантам присоединились художники и хореографы. И школа стала называться Детская школа искусств. Юбилей школы – это еще, конечно же, талантливый коллектив нашей воспитанники. Высокопрофессиональные преподаватели-наставники. Детские музыкальные коллективы были созданы на базе театрального отделения УДШ имени Александра Сергеевича Пушкина. И уже отпраздновали свой 20-летний юбилей. В каждом театре два руководителя. Карюкина Ольга Геннадьевна и Карюкина Марина Геннадьевна. Театр «Цветик-семицветик». Разгон Натальи Николаевны и Саблина Елена Вадимовна. Театр «Лукоморье». Репертуар театра выбирается руководителями в зависимости от состава учащихся. Но главное – художественная ценность выбранного материала, его нравственная значимость. Немаловажно, чтобы каждая последующая постановка становилась новой ступенью в развитии детских коллективов. Я этот театр очень люблю и школу эту очень люблю. Мне кажется, здесь особая атмосфера и особое отношение к ребенку, особое отношение к профессии. Я считаю это лучшим педагогическим коллективом. Все, что выносят дети на экзамен, на показ, на зрителя – это результат долгого труда, длительного процесса. Мне кажется, самое важное, что они выходят на зрителя и преодолевают нечто более важное в себе. Какое-то возможность стеснения, какую-то неуверенность. Они чувствуют локоть своего товарища, они чувствуют ответственность перед зрителем, перед своими партнерами. И это, мне кажется, в профессиональном, в человеческом, в эмоциональном, в художественном плане гораздо важнее, чем какая-то оценка. В такое вот нестабильное время детям необходима вот эта встреча с добротой, встреча с музыкой. Именно музыка для меня – это вот все, и вот именно самые прекрасные, самые добрые, самые настоящие. Программа для детей, ну, в зависимости от класса. Вопустники у нас дают четыре произведения. Это полифония, сонатная форма, пьеса, этюд. Перваки тоже у нас начинают с самого малого. Это две пьесы разнохарактерные, они играют. Стоит только заняться одним каким-то творчеством, тут же проявляется и другое. У них проявляется такой интерес. Некоторые у нас по два, по три отделения заканчивают. И я думаю, что это благодаря тому, что вот они один раз попробовали, пришли. Ну, это развивает ребенка. Он получает какие-то дополнительные возможности проявить себя. 33 года назад, как я к этому пришла, любовь к музыке и к детям. Я не могу сказать, кто бы, вот, окончив музыкальную школу, да, но я говорю про свой вот профиль, да, сказал, я жалею. Мне кажется, жалеют те, кто не закончили. Прежде всего развитие, причем не только слух, музыка. Это интеллектуальное развитие. Потому что иногда даже будучи уже сам владея и умея, и видя, как вот такая крошечка в 7 лет и на педали, и двумя ручками, да, и она смотрит внутрь, и весь этот процесс взаимосвязан. Ну, это, я не знаю, это сказка. Наша школа является, мне кажется, образцом нашего Оренбуржья. Наша жизнь не бывает, как говорится, скучной. У нас постоянные экзамены, у нас постоянные концерты. Кроме того, что приобщаем детей к музыке, учим их выдавать свое умение на сцене, мы еще и сами играем. Выступаем. И стараемся быть образцом для своих детей. Они на нас смотрят и тоже тянутся, можно сказать, за нами. У нас существовал квартет «Мюзик Холл». А вот с 2015 года у нас коллектив появился другой. Это оркестр русских народных инструментов «Сувенир». Мы играем самую, преподаватели именно оркестры, мы играем самую разнообразную музыку, и народную, классическую, и зарубежную музыку. Эстрадную даже музыку. Акомпанируем детям. У нас замечательный преподаватель есть народного вокала Фокина Наталья Александровна. Ее воспитанники поют под наш оркестр, так скажем. И я думаю, что мы будем продолжать в том же духе. И уже даже отправляем свои выступления, опять же, в интернет, на конкурсы. Ну и результаты имеем. Вообще, у меня папа любит музыку. И когда я занимался в школе во втором классе, ко мне пришли по баяну и предложили играть. Я к этому пришел, потому что, ну, это плюс бесплатно. И плюс музыка, это клево. Нужно знать расположение кнопок. Где тут это? Дора и ми, фасоль и си. Тут это, идут белые кнопки. Это все. Дора и ми, фасоль и си. Отделение вообще основано в 1988 году. Заведующая нашим отделением и руководитель нашего образцового коллектива «Арабэск» Скиданова Ирина Ивановна вместе с Гришиной Любовь Петровной. Я являюсь преподавателем хореографии. У меня свой ансамбль «Вечное движение» называется. И еще у нас один отличный педагог – Мухарямова Эльмира Геламовна. У нее тоже свой ансамбль под названием «Стрекоза». Дети приходят. В основном всегда приходят пятилетние малыши. С ними мы немножко пока играем, развиваем их. Физические данные, музыкальный слух, ритм, чувство ритма. И так они потихонечку втягиваются. И дальше уже, как само собой разумеющийся, они идут уже в первый класс. И после окончания нашей школы продолжают заниматься в нашем ансамбле. У нас образцовое творческое объединение «Арабэск». В том году 20 лет отпраздновали. У нас дети и лауреаты и всероссийских, и международных конкурсов. Те, которые проводятся здесь у нас в Оренбурге, мы всегда принимаем участие. Танец способствует развитию всех и органов дыхания, и сердечной деятельности. Поэтому дети у нас, как правило, здоровые на нашем отделении. Трудолюбие очень развивается. Сила, выносливость. Опять же, это танцы, я так считаю, что это целеустремленность к победе. Поэтому такие нужные качества, которые потом пригождаются в жизни. Дети учатся тут общаться. У нас групповые занятия, поэтому классы всегда дружные. И не только классы, они вообще всегда на любых концертах. У нас старшие помогают малышам. И вот такое вот общение у нас. То есть отделение – это большая семья. Классическое образование рисунок, живопись, композиция, скульптура, история искусств. И плюс еще прикладное творчество. Я же сама прикладник. Поэтому вот все вот эти вот бутылочки, все вот эти расписные досточки, матрешечки, маски. Это все как раз вот дело моей души. 13 лет я здесь уже преподаю. За это время выпустила 60 учеников. Мои ученики поступают и в художественное, в художественный педагогический колледж, и в художественный колледж. И на дизайнерское отделение в ОГУ. Между прочим, на улице Родимцевой, знаете, вот ангела нарисовали на девятиэтажке. Это мой выпускник, Саша Литвинов, один из трех. Да. Вообще наши, конечно, ученики, мы и в Германии участвовали в конкурсе, отправляли целую, нам целую посылку, призов прислали вообще неожиданно. В этом году в польском конкурсе принимали участие. Я здесь получаю какие-то положительные качества. Учусь многому новому. Насколько у нас разносторонняя школа, и тут не только музыканты и танцоры, но и художники, и дети, которые хотят заниматься вокалом, сольным. И больше всего впечатлили дети. Они настолько одаренные и стараются не только посмотреть мир через краски, но и через разные техники. Мне очень повезло с моим учителем-наставником Ириной Александровной Ивановой. Она подскажет, где-то даже подбодрит. И когда ты в чем-то боишься или постесняешься, она всегда даст о себе знать и всегда скажет, что она рядом и что на нее можно рассчитывать. Вы знаете, я работаю с 2000 года. И очень счастлива, что случилось так, что меня пригласили сюда работать. Уважаемый Геннадий Алексеевич, директор, которого мы очень любим и помним благодаря ему. В общем, детский хор «Новые имена» процветает, потому что он очень поддержал нас в трудный период. То есть школа – это основная база детского хора «Новые имена» при Оренбургской областной филармонии. И действительно, дети, звездочки отправляются учиться дальше по музыке. Например, поступить, чтобы на вокальное отделение, как поступила наша звездочка Лиза Шувалова, 160 человек на 15 мест. И она с самыми высокими балами. Можно себе представить уровень ее подготовки. Кроме этого, в Мариинском театре уже работают после окончания консерватории Санкт-Петербургской Илья Попов. Лиза Мазанова, Вера Шишкина, Сабина Желмухамедова – это студенты консерватории Санкт-Петербургской. То есть, ну, это о чем-то говорит. Хору «Поверного молока» уже больше 10 лет. Наверное, как никогда подходит название к нашим маленьким артистам. Дети занимаются у нас почти с пеленок. С трех лет, с четырех и до семи. А в семь лет мы их переводим в старший хор. Это концертный хор, хор филармонии «Новые имена». А попутно они здесь в школе у нас остаются заниматься, учиться музыке. Горжусь, что уже мои выпускники с «Поверного молока» в этом году приняли в составе новых имен участие в Олимпиаде, в хоровых, всемирных хоровых играх девятых по счету в Сочи. И, конечно, привезли домой и вернулись не просто с пустыми руками, а со золотой медалью. В этом месте зародилась моя музыкальная карьера. Пришел я как-то сюда, помню, как просто попробовать себя в роли музыканта. И вот как-то начал играть на фармете. У меня начало получаться. Усердие, конечно, тренировки. И начал потом места занимать на конкурсах. Ну и как-то постепенно-постепенно это стало смыслом моей жизни, музыка. В игре, соответственно, я совершенно другое. Там уже чувства, эмоции. Это не описать словами, это нужно самому почувствовать. Мы гордимся победами своих учеников. Ежегодно более 300 учащихся привозят победы с различных конкурсов, фестивалей различного уровня. От муниципального до международного. Благодаря высокопрофессионализму наших преподавателей-наставников и победе наших обучающихся, уже третий год подряд наша школа становится лучше школы искусств в России. В 2013 году на Всероссийском конкурсе «100 лучших школ России» мы получили золотую медаль. В 2014 году мы получили почетный кубок и почетный диплом в номинации «Лучшие школы искусств» уже на Всероссийском конкурсе «100 лучших организаций и предприятий России». И вот накануне 2016 года, в конце 2015 года, на Всероссийском конкурсе «Лучшие учреждения дополнительного образования» мы вновь получили почетный кубок и диплом «Лучшие школы искусств России». Информация о нашей школе внесена в информационные справочники «Школы России» 2014 года и в новый сборник, который сейчас вышел «Школы России» 2016 года. На сегодняшний день в нашей школе четыре образцовых коллектива. Не все школы искусств могут похвалиться такими титулованными коллективами, как в нашей школе. Это музыкальный театр «Цветик-семицветик», который знают не только в Оренбурге, в России, но и на международном уровне. Это театр «Лукоморье». Это хореографический ансамбль «Арабэск», который является постоянным участником всех городских мероприятий и областных. И это детский хор «Радуга». Детская школа искусств имени Александра Сергеевича Пушкина – жемчужина среди богатств города Оренбурга, ведь ее ученики являются участниками всех городских мероприятий. Они несут красоту и культуру для жителей нашего города. Когда я прихожу со своим младшим братом, он всегда рисует какие-то такие... Им я решила вспомнить свое детство и подписать так же праздника, без тени, без объема, но передать всю тематику. Данная выставка, здесь представлены работы школы искусств имени Пушкина. Здесь есть картины глазами учеников, как они представляют себе войну. Мы, конечно, ее никогда не были на войне, но мы представляем, но мы не хотим, чтобы она еще когда-нибудь повторилась. У костюма они на вене как бы партизанским движением, они все как камуфляж. В прошлом году наша школа искусств имени Пушкина участвовала в проекте Оренбуржьи фронту. И девочки выполняли в миниатюре двухпалые перчатки, носочки. То есть это то, чем наша Оренбуржья помогала фронту в годы Великой Отечественной войны. Показать молодому поколению, детям о том, что наша страна великая, и что ее нужно любить, ценить, что мы сейчас живем в мирное время, и что нужно прилагать все усилия, чтобы наша страна процветала. Образцовый детский театр «Цветик-семицветик». Образован в 1993 году. Вот с тех пор в этом театре я и работаю. Скажите о своих учениках. Как им нравится или не нравится? Ну как нравится это у учеников, надо спрашивать. Но если они своих детей приводят к нам учиться, если они приводят своих младших братьев и сестер, если они уже вырастая, уходя во взрослую жизнь, увидят тебя и бегут с одной стороны дороги, вешаются на шею, как маленькие, тычут тебе в плечо, значит, наверное, для них это была одна из самых счастливых, наверное, пор их жизни, скажем так. Хотя и задавали вопрос, почему я не иду, не поднимаю взрослый театр. Но дети – это совсем другое. Они не ленивые, они чистосердечные. Ну где-то бывает с линцой, но они пытливые, они как губки, они тебя понимают и пытаются сделать то, что преобразует мир хоть чуть-чуть. Это, наверное, вторая мама для меня. И как Марина Геннадьевна, так и Ольга Геннадьевна, так как они воспитали меня таким, каким я есть. Ну я испытываю неимоверное уважение к ним и благодарен за все, что они дали мне. Мы ставим замечательные спектакли и ездим по многим городам. Например, я была в Питере, в Волгограде. Мы гордимся нашей страной. И для нас это большая честь, что мы принимаем участие в таком большом мероприятии. Мне очень нравится коллектив, очень нравится предпедагоги. Я здесь себя чувствую как дома. Юбилей школы, конечно же, еще и наши родители. И не случайно вот этот вечный треугольник, учитель, ученик и родитель стоят над общим делом в воспитании подрастающего поколения. Родители, конечно, это наши первые помощники. Они нам помогают не только вместе обучать детей, но и также помогают создавать условия, в которых мы находимся. У меня не было такой возможности, и я хотела, чтобы мои дети занимались музыкой. Ну, я увидела у него способности музыкальные, и мне хотелось, чтобы он дальше развивал их. Ну, он вообще у нас разносторонний. Ну, и у него, конечно, есть и спорт, и в школе у него хорошо идет учеба. И музыка ему помогает сосредоточиться, провести хорошо время. Когда сын мой занимался, был на основных уроках в школе, он мне позвонил, говорит, мама, можно я запишусь в музыкальную школу, я хочу играть на баяне. У нас не было такого разговора абсолютно, тем более мы думали, у нашего ребенка нет никакого слуха. Я говорю, Артемий, тебе будет тяжело, ты не будешь успевать. Основная учеба у нас еще английский дополнительный. Мамочка, ну, пожалуйста, я буду успевать. Учимся два года, в этом году уже третий год. Он у меня отличник, я очень рада. У нас даже успеваемость повысилась по школьным предметам, благодаря, я считаю, музыке. Я думаю, что без нашего преподавателя, Гонахова Галины Петровны, мы бы не добились таких результатов. Ты знаете, какой прекрасный человек душевный. Вы понимаете, это появилось что-то такое близкое, родное, как семья. И в этом году у нас тоже небольшое достижение, младшие тоже просится. Сегодня в нашей школе пять отделений. И не случайно эмблемой школы является рука, где эти пять пальцев как раз и обозначают вот эти пять отделений, которые между собой взаимосвязаны. Это музыкальное отделение, это отделение дизайна одежды, хореографическое отделение, изобразительное, декоративно-прикладное и театральное отделение. В школе ведется интегрированное обучение, и у нас многие дети заканчивают не одно отделение, а сразу несколько. И поэтому, получается, у нас музыканты выступают на сцене, художники рисуют музыку. Юный дизайнер не только придумывает модель своей одежды, но и потом демонстрирует ее на подиуме. Во многих школах города Оренбурга у нас открытое отделение нашей школы. Это дает возможность мальчишкам и девчонкам на своей территории, в своем микрорайоне получать качественное образование, дополнительное образование по направлениям, которые предлагает наша школа. Но мы на месте не стоим, у нас в перспективах развития новое отделение. Хотим открыть цирковое отделение, отделение, может быть, там, фигурного катания, как вот тоже интеграция спорта и искусства. Ну, это перспектива на будущее. И, пользуясь случаем, в этот юбилейный год хотелось бы поздравить всех преподавателей, всех наших учеников, всех наших родителей с этой большой датой. С праздником, с днем рождения, успехов, любви, радости и новых достижений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова